Один из подозреваемых, а именно Нурал Икиасов, он был задержан первым, признался следователем по его словам. Именно он нанес смертельные ножевые ранения спортсмену. Так или иначе, будет проведена экспертиза. Есть разговор действительно о том, что и показания того, и показания другого в этой части противоречивы. Но по получению заключения экспертиз по роде убийства мы конкретно скажем, в чьей руке он находился. В ДВД Алматы действительно проходит служебная проверка. Ревизоры нагрянули и в Алматинское РУВД Астаны. Ведь именно там расследовали уголовное дело другого подозреваемого Армана Кудайбергенова. Тогда его поймали с поличными. Замминистру пришлось отчитываться, почему дознаватели не довели дело до конца и отпустили Кудайбергенова. Оказывается, подозреваемому в убийстве Тена не было запрещено покидать Астану. При ускоренном досудебном расследовании мы меру пресечения не избираем в соответствии с действующим законодательством. Поэтому то, что значит это не обязательство явки не предполагает ограничение передвижения того или иного гражданина, а возлагает на него обязанность явиться по вызову в органы следствия или суд. В МВД также прокомментировали слухи в социальных сетях о том, что полиция схватила первых попавшихся и что задержанные не являются настоящими убийцами. В МВД утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами причастности Киасова и Кудайбергенова к данному преступлению. Давайте послушаем комментарий. Мы неоднократно по резонансным преступлениям сталкиваемся с такой трактовкой в социальных сетях, где полиция обвиняется в том, что якобы первых попавшихся хватает для отчетности. Но должен сказать, что система правосудия в Казахстане построена таким образом, что предварительное следствие находится под надзором органов прокуратуры, выводы следствия проверяются судом, поэтому схватить и первого попавшегося лица представить в суду, ну я думаю, что это нонсенс будет. А теперь еще об одной шумихе в социальных сетях. Речь идет о призывах к отставке министра внутренних дел. Сам Касымов сейчас находится в командировке, и ответ вновь пришлось держать его заместителем. Я думаю, что министр внутренних дел по возвращению с командировки еще встретится с вами, со всеми, и с общественностью, и лично объяснит и действиями Министерства внутренних дел, и ответит на ваши вопросы с точки зрения министра. Напоследок я лишь добавлю, буквально вчера Общественный совет Алматы обсуждал сложившуюся ситуацию с преступностью и кражами в частности. Активисты подготовили ряд предложений, которые, по всей видимости, совсем скоро лягут на стол к министру. Анвар Шаликенов, Нурлан Утсиген, телеканал Алматы, Астана. Анвар Шаликенов, Нурлан Утсиген, телеканал Алматы, Астана.